В Мурманской области состоялся масштабный субботник в рамках совместного российско-норвежского экологического проекта. Учителя и школьники из Норвегии и России собрали на побережье Кольского залива два самослова мусора. К экологической акции присоединился и известный рэпер Рома Жиган. Партнером события в Заполяре выступила компания Норникель. Побережье Кольского залива, особенно после отлива, одно из наиболее грязных мест в окрестностях Мурманска. Это бутылки, жестяные банки и даже обувь. Найти в прибрежной зоне можно хлам самого разного калибра. Я в шоке, что здесь происходит. Хожу по побережью и я вообще не могу описать это словами. Здесь на каждом, не знаю, квадратном сантиметре можно найти мусор. Просто посмотрите вниз, здесь бутылки биты. Я не понимаю, как это. Мусор не всегда приносит приливом. Зачастую его источником становятся сами жители Мурманска и близлежащих городов и поселков. Помощь в организации проведения уборки прибрежной полосы оказал Норникель и его дочерние структуры. Мурманский транспортный филиал и Кольская ГМК. Компания предоставила машины для вывоза собранного мусора, а также обеспечила эковолонтеров необходимым инвентарем и перчатками. Норильский никель вкладывает сотни миллиардов рублей в экологические проекты. Это очень серьезные финансовые вложения, поэтому для нас экологические проекты очень важны. Мы внедряем новые технологические решения, но при этом понимаем, что понятие экология имеет более широкий смысл. И в частности это отношение конкретного человека к состоянию окружающей среды. Поэтому для нас проекты, связанные с обучением, с эковолонтерством, имеют перспективное значение и направление. Около 80 школьников и волонтеров из России и Норвегии – вот тот экодесант, который высадился на побережье Кольского залива, чтобы сделать его чище. Анастасия Смирнова и Александра Заболотная – жительницы Мурмашей. То, что нельзя мусорить на улице, им объяснили еще родители. Но о необходимости выходить на субботники они осознали, уже будучи в школе. Потому что планета сильно загрязняется. И мы смотрели очень научный фильм по телевизору, и не только, когда мы ездили. И говорят, что может быть апокалипсис, и то, что мы всему умрем. И мы решили помочь планете. Очищать побережье Кольского залива решили в первую очередь от пластика. Он, уверены экологи из Норвегии, наиболее опасный источник загрязнения в Мировом океане. Дело в том, что пластиковые бутылки разлагаются на микропластиковые частицы. Их едят морские беспозвоночные, которыми, в свою очередь, питается рыба. Затем рыба попадает на стол человека. А с ней в наш организм проникают эти самые побочные продукты разложения пластиковой тары. Некоторый пластик безопасен, но часть его очень вредна для человека. Некоторые виды пластика из-за химической структуры влияют на наш организм как гормоны. Правда, грозит масштабное проникновение микропластика не нам, а нашим потомкам. Для того, чтобы полностью разложиться, пластиковой бутылке необходимо более 400 лет. Однако и в целом в виде такая тара, выброшенная в воду, представляет опасность для экосистемы не меньшую. То, что происходит здесь сегодня, это часть, на самом деле, большого всемирного опыта, всемирной попытки очистить нашу планету. Ежедневно в океан сбрасываются огромные тонны мусора, пластика, стекла, других форм инородных тел, которые остаются в океане, они плавают в свободном плавании. Тот мусор, который мы сегодня здесь собираем с берегов, может быть, попал в воду где-то далеко за много тысяч километров и приплыл вот на эти берега. Весь мусор, который нашли в прибрежной зоне, ребята отсортировали по разным группам. В одну пластиковая тара, в другую все остальное. Устойчивое развитие современной экономики и больших корпораций возможно только при условии, что корпорации используют все необходимые требования по сохранению нашей среды. И эти требования и процессы обязательно должны быть в самом начале каждого проекта, потому что иначе не обеспечивается важнейший принцип существования больших корпораций, такой как социальная ответственность. Всего за время акции волонтеры собрали более 600 мешков мусора и привели в порядок около километра прибрежной полосы. Затем экологическая акция продолжилась на другой стороне залива.